Володя Васильевна, мою изодинамическую гимнастику Вот смотрю я на Петровича и даже стало его жалко Зачем пожилому человеку заниматься этим? Чтобы спровоцировать к уже нескольким имеющимся еще одну грыжу, позвоночнике Или еще какие-то проблемы приобрести Сразу же отвечаю, я занимаюсь этим делом для того, чтобы избежать этих проблем Я же там ясно рассказал, что, что, для чего И даже написано, зачем это я делаю Наш Геннадий Петрович на старости лет захотел прочистить свои тонкие тела И приобрести здоровье целый мешок Вопрос Как говорится, а почему бы и нет? А почему бы и нет? Получится, получится Ну не получится, не получится 66 лет вроде бы не старость Хотя можно уже спокойно и отойти в лучшие миры Но тем не менее, пока живешь, можно что-то тут делать Либо просто так, вот, знаете, удочку забросил и ловишь рыбку И все Ох-ох, вспоминаются многие апологеты ЗОЖ Которые умерли в обычном для многих людей возрасте Что стоит под сомнение, как те системы здравления, которые они проповедовали Или которым следовали, так и весь этот ЗОЖ Как таковой, как неспособный как-то существенно продлить нашу жизнь Вот тут я отвечу одной фразой Которая, тем не менее, требует Если человек хочет разобраться в этом Огромного количества знаний Большинством которых мы даже и не обладаем Проживете столько, сколько на роду написано Поняли? Сколько написано на роду, столько и проживете Чем бы вы ни занимались Итак, пошли дальше Возьмем Порфирь Иванова Умер в 85 лет Отличная жизнь Отличная, интересная, насыщенная жизнь По воспоминаниям очевидным От серьезных проблем с нижними конечностями Подошло время Подошло время Нарушились Значит, что там Циркуляция крови в нижних конечностях В 85 лет Отличный возраст! Вообще-то! Савелий Крамеров Фанат ЗОЖ до мозга костей Умер в 61 год от онкологии Я бы, знаете Вот я как-то не знаю Насколько он всего этого придерживался Вот только какой-то такой Американский этот период жизни Что он там придерживался Хотя говорят, придерживался Опять-таки Фраза Поживешь столько лет, сколько на роду написано Далее Александр Чупрун Встречался я с ним Известный сыроед Умер в 73 года По информации от поражения печени Ну, сыроедение Это такая вещь, которая требует Также достаточно много знаний Для того, чтобы всему этому правильно следовать Информация о поражении печени Что за информация о поражении печени? Чем она там вызвана? Ну ладно Стив Джобс Этот и печень чистил И вроде вегетарианцев был Рак печени 56 лет Каким он был у вегетарианцев? Знаете, вот Ходит, как бы сказать, слухи Что, что, как И книжечку я читал Ну, там меня, знаете, что Особенно Это Смутило Это то, что Вот он начал заниматься Особенно на начальном там периоде Пока он еще не стал Стивом Джобсом От него Дурно пахло То есть никто с ним не хотел работать Из-за того, что вот этот вот был запах какой-то Дурацкий Так, Юлия Андреев Лично знаком Этот и экстрасенс И питание И многие отчего Умер в 79 лет Поговорят от сердечного приступа 79 лет Нормальная жизнь Нормальная Теперь вот самодумал Этот говорил, что его детища Гравитационная гимнастика Спасет от множественных проблем Со здоровьем Умер в 75 лет Знаком лично А как раз на последнем этапе жизни Опять-таки скажу Сколько написано на роду Так, по желанию Можно примеров множество привести Я придерживаюсь такого подхода Не можешь что-то проверить Не верь А смотрите Вообще-то очень хороший подход Не можешь что-то проверить Не верь А вот если ты что-то можешь проверить Вот как в данном случае Я И питание И дыхание И голодание И движение И гравитационную гимнастику То есть это я могу Все проверить То есть было бы желание Было бы желание Если кто-то обещает чудо-систему Но сам при этом умирает в обычном возрасте Не верь Это жулик и мошенник Вот так вот, знаете, резко Жулик и мошенник То есть, оказывается Вот эти все люди Что такое жулик? Жулик это человек Который обворовывает вас Не знаю Обворовывали они или вас Мошенники Что они намошенили Это люди, которые Решали свои проблемы Вот типа меня Решали свои проблемы И рассказывали Как это они делали Насколько там У них это получалось И так далее Вот что они нашли Или просто заблудшая личность Уверовавшаяся в чудо-систему Ну, как тут сказать Уверовавшаяся Ну, любое, знаете, верование Проходит, когда ты Вот лично, опять-таки Свой собственный опыт Вот я позанимался чем-то А, я понял Что да, голодание там делает То-то, то-то, то-то Ага, движение делает То-то, то-то, то-то Ру-та, то-то, то-то Но существует Опять-таки Вот такая вот фраза Проживешь столько, сколько На роду написано И практика подтверждает Вот, люди здоровые Трах-бах Умирают Начиная от рождения И, грубо говоря До любого возраста С чем это связано? С чем это связано? Вот на этот вопрос Нету ответа А с чем-то это связано? Ну, ладно Жалко Петровича Очень хороший мужик Но повелся на очередную Чудо-систему Так, ладно Значит, запомним Повелся на очередную Чудо-систему А хотя Не будем далеко отходить Зачем я делаю Вот эту гравитационную гимнастику? Значит, да Там, как бы сказать Можно раскрыть свой там Потенциал Набрать энергетику Но меня, знаете Больше интересовало Это то, что У меня со спиной Были серьезнейшие Проблемы Серьезнейшие Что нам не напоминало Каждый Каждый момент А вот теперь нет И это вот Благодаря вот этим занятиям То есть Вот для чего я занимаюсь Это первое А дальше посмотрим То есть Каждый человек Чем-то должен заниматься Тем более Если заниматься Как там Рассказывается Раз в две недели Да почему бы и нет Ольга Царева Можно вспомнить Еще такую Хильду Кларк Это вроде Она Автор знаменитой Противопаразитарной Трочатки Утверждала Что все болезни От паразитов Все болезни Нельзя сказать От паразитов Потому что Тут и Очень много Зависит От других вещей Но тем не менее Огромная часть Болезни От паразитов Обещала Эта трочатка Излечить любую онкологию Гарантировала Отсутствие Рецидива Ну вот тут Я согласен С тем что Не так все просто Как мы думаем Не так просто А именно Добраться До этой онкологии Чтобы это все было Как правило Опухоль Организм Сам Капсулирует Поэтому Чтобы Как-то туда Добраться Пройти Так просто Не бывает Так от чего умерла Да от той же Самой онкологии По существующей Инфе От рака крови А от рака крови Можно было бы Конечно Тут Тут несколько Иным способом Я думаю Тут керосин Бы помог Ладно Также есть инфа Что от рака Умер брат Хильды Клар А также Один из ее сыновей Здравомышлящий человек Сделает соответствующие Адекватные выводы Перед нами Очередной шаратан Или мошенник Позвольте Вот все таки Там онкология Это довольно таки Серьезное заболевание Она Так Просто Полынью Там Этой трочаткой Так сказать Не взять Но Что касается Других Погонять Паразитов Когда у вас там Ангины Когда у вас там Еще что-то Еще что-то Еще что-то Такое Знаете Неприятное Вполне работает И отлично работает То есть Тут конечно Надо различать Различные Вот эти вот Проблемы Которые бывают Серьезные Которые менее Серьезные Связаны действительно Там С простыми Там Паразитами Либо же С опухолью Которая Там где-то Засела Которую Особо И не возьмешь Так Ольга Царева Вспомнился еще один человек На этот раз уже Привиженный Старого Научного подхода Это Марк Яковлевич Жоланд Мое понимание Это Просто Глыба На фоне Множества Врачей Зачастую Совершенно Не понимающих Природу Многих заболеваний А просто Следующих Инструкциям По лечению А как правило Вот видите Вот врач Да Любой человек Станет врачом Тем более Если есть Инструкция По лечению Вот Инструкция Делает то Что надо Пункт первый Сесть в кресло Пункт второй Взяться за руль Пункт третий То-то Так называемые Протоколы Лечения Ничего Такого нет Так Это же человек Жоланд Совершенно По-новому Интерпретировал Многие заболевания Доводилось Читать На форумах Отзывы людей Которые у него Лечились Астма Остеохондроз Позвоночника Есть отзывы Где люди Всего за один сеанс Избавлялись От заболевания Ольга Царева Так к чему я Этот человек Просто Фантастически Понятно Аргументировал Причины Атеросклероза И в целях Профилактики Этого заболевания Предлагал Изменить Рацион Соотношение Жиров Белков В сторону Белков Подробности Его разъяснения Каждый Может почитать Отдельно В книге Автора Инфаркт Истинная карди Начинается В легких Но в возрасте Живет 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 По инерции Нам же Нужна Жизнь Как все Думают А 100 лет Будет У меня 120 Там 200 Лет А я еще Тут буду Значит Половым Гигантом Тут буду Наслаждаться Жизнью Ездит Туда Сюда Пято Десято Да он уже Ходит Как этот Самый Как бы сказать Весь В обертках Чтоб его Там От Отряски Не умер Человек Соображайте Скоропостижно Умирает Да он просто Умер Уже все Причины Точно Неизвестны Но сам факт Скоропостиженности Наводит на предположение Что это либо Инсульт Либо инфаркт Но разве Это очень хорошие Показатели 85 лет Это отличный Показатель 85 лет Да Есть Принято Долгожители Это Возраст За 90 лет Но лично я 66 лет Прожил Да прекрасно Я прожил Понимаете Я прожил Как говорится В трезвом уме Я прожил Вот Хотя и сражался С этими Своими болячками Которые там Сам же там Понаживал Интересный Насыщенный жизнью И раз надо Ты Вперед Что делать Человек Только ест Будем говорить Любится Там Еще что-то Делает И вот Это вот Жизнь Как-то Это начинает Потихонечку Надоедать Вообще Если Нету Какой-то Выдумки В жизни Нету Какого-то Другого Интереса А только Вот Этот Многие Известные Люди Из шоу-бизнеса Которые Всю жизнь Бухают И курят Едят Жутко Неправильно До сих пор Великолепно Выглядят Ну Хорошо Опять-таки У них На роду Написано Пробухать Прожить Столько-то Вот так Все непросто Да Очень Все непросто Можно в чем-то Быть правым А в чем-то Ошибаться Но нужно Ориентироваться Только на результат Других Критеры Просто нет Вот Ориентируйтесь На результат Я действительно Ориентируюсь На Результат У меня Была Спина Развалюха Сейчас Я нормально Хожу У меня было Еще что-то Более-менее Нормально У меня Сейчас еще Какая-то Допустим Может быть Проблема Которая Там Ну Решаем Потихоньку Полихоньку И результат О материальном плане Я уже не говорю Там Совершенно Иные результаты Но Проживете Столько Сколько Написано На Раду Это Очень важно Понимать Вот такое Есть Емкое Понятие И один Только родился И умер Другой Пять лет Прожил Третий Десять И так Можете По пятачку Или там Еще Набавлять А другой Чтобы Так сказать Созрел Он должен Вот столько Прожить За какие-то Прошлые Заслуги Это такое Понятие Не брали В счет Что жизнь Она непонятна Если она Как вот Как один день Ее брать Мы вот Утречком Будем говорить Начинаем жить Вечером Мы Ложимся спать И ничего там Не помним Что было И следующий раз Начинаем Вставать Значит утречкам И вечером Ложимся Что Мы делали В той жизни В тех жизнях Что в этой жизни У нас такие вот вещи Как у одного святого Мне особенно Рассказ его Запомнился Что ему было сказано Как только ты выздоровеешь Через два дня Ты умрешь Так вот он Сколько там Я не знаю Лет 20-30 Пластом Пролежал Проболел При этом Мог Молиться За других людей И они выздоравливали А сам Нет Самому Требовалась Помощь Что Он делал В прежних Жизнях Что вот так Вот Должен был Расплачиваться В этом И как только Он выздоровел Стал совершенно здоровым Два дня Его не стало Можно в это верить А вот проверить Конечно Трудно Итак Приступаем А теперь Поговорим О тех или иных Оздоровительных Системах И средствах Также Кратко Если человек Не получает Помощью Той Какой он хотел Просто не знают Как им это Предоставить Эту помощь То он может Просто смириться И помирить А может Начинать действовать Вот ищет Какие-то средства Системы И начинает заниматься Примеры Да сколько угодно Майя Гагулан Сколько там ей было Лет 9 Примерно Может больше Может меньше И она услышала Такую Такую беседу Врачей С ее там Родителями И ужаснулась Что оказывается Она серьезно Больна И Взрослые Ей помочь Не могут Взрослые То есть Ее родители Врачи На которых Человек Опирается Вот Представляете То же самое Было и с Караваевым Пришел Старый Опытный доктор Который Маме сказал Что все Ему осталась Жизнь Там Недельки Две Три Представляете Недельки Две Три А Виталию Караваеву В то время Было 9 лет Майя Гагулан Говорили Рожать Нельзя Иначе Там что-то Будет Такое Сякое А она Родила И вот Те люди Которые Занимались Пусть будет Громко Сказано По моим Книгам В которых Собрана Мудрость Оздоровительного Опыта Они могли Ничего не делая Но там еще Прожить немножко И все А так они Приведя свой организм В порядок О чем я говорю Я говорю о том Как привести Свой организм В порядок Чтоб он нормально Работал Порядок Понимаете Порядок Такая вещь И Приведя В порядок Продолжают Жизнь Как ни в чем Не бывало И даже Это еще Наслаждаются И Я думаю Что Конечно Те Кто Оставил Отзывы Под этим Комментарием Не рассуждали Особо В эту Сторону Что Занимаются Те И чем дальше Тем еще Больше будет Заниматься Почему В Америке Медицинские Услуги Платные И становятся Для Большинства Населения Недоступные У нас вроде как Что-то там Бесплатное Есть Но мы Следуем За Америкой И то же самое Будет у нас Я уже не говорю О качестве И американской Медицины И И вообще Медицины В целом Которая Повернута На лечение По протоколу Которые 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 Уже Ничего От человека Не Не требуют Ни Ни результата Ни гарантий Ни ответственности Протоколы Тебя лечат По протоколу Так любой Взял этот протокол Который умеет читать Только раз 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 Вот это То-то То-то Протокол Не подошел На этот протокол Имеется Другой протокол Так вот Когда Пройдутся Все эти протоколы И человек Поймет Что Либо он Что-то должен Сам делать Если он Это поймет Либо Просто Напросто Сгинуть И ему тут Будем говорить Особо Нечего Терять Да и Сгинет Так мы С вами Рассуждаем Здраво И честно А если У него Есть Здесь Что-то Что ему Терять За что Можно Зацепиться Ради Чего Жить Есть Конечно Такая Фраза Ради Чего Умереть А вот Другая Фраза Обратно Ради Чего Жить То Значит Начнет Искать Какие-то Другие Альтернативные Средства Методы Помощи Самому Себе Вот Для чего Вот эти Вот Системы Которые Годятся В любом Возрасте И тут Еще Вопрос Конечно Такой Интересный Вот Если Будут Деньги То Тебя Вылечат Ну Возьмем Стива Джобса Уж у Кого А у Него Денег Было Предостаточно Ну Еще Лечат Так Чтобы И деньги Забрали И Результат Они Дали Не Будем Говорить Что Это Во всех Случаях Бывает Результат Какой-то Бывает И положительный И отрицательный Ну Кому-то Повезет На положительный Кому-то На отрицательный Лично Я предпочитаю Вот Своё здоровье Держать Под своим Контролем Для этого Надо Конечно Иметь Кое-какие Знания Но это На получение Знаний Надо потрачить Какое-то Время Быть Наблюдательным И тогда Более-менее Что-то Будет Редактор Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова